Бином Ньютона Давайте сперва разберемся с понятием бином Итак, есть такое понятие полином Если перевести с английского, означает просто многочлен А значит, бином это и есть двучлен Два монома, либо два одночлена К примеру, возьмем двучлен, либо бином А плюс Б Или А в квадрате минус Б в квадрате Или, к примеру, 4х в пятой степени минус единица Ну, а наша тема называется бином Ньютона Давайте теперь начнем говорить о биноме Ньютона Для этого нужно вспомнить следующие формулы сокращенного умножения К примеру, А плюс Б в квадрате То есть, если А плюс Б умножить на А плюс Б Получим А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате Не все, наверное, вспомнят, но мы также используем формулу куба суммы А плюс Б в кубе Что равняется следующему выражению А в кубе плюс 3А в квадрате Б плюс 3АБ в квадрате плюс Б в кубе А если я задам вам вопрос Можете ли вы назвать А плюс Б в четвертой степени Чему равно Или что получится, если раскроем скобки То не все сразу могут это сделать Хотя, пользуясь просто смыслом степени Мы можем А плюс Б умножить на себя 4 раза Либо А плюс Б в квадрате умножить на себя 2 раза Чтобы получить данное выражение Но есть и куда более легкие способы это сделать Обратите внимание на предыдущие две формулы Точнее, на крайние члены уже после того, как мы раскрыли скобки В случае квадрата мы видим слева А в квадрате, справа Б в квадрате В случае куба слева А в кубе, справа Б в кубе А значит, сохраняя данную закономерность В случае четвертой степени мы вначале получим А в четвертой степени А в конце Б в четвертой степени Дальше есть и другая закономерность То есть не обязательно учить наизусть все эти формулы Обратите внимание на А А в кубе При следующей слагаемой уже А имеет степень квадрат Далее А в первой степени и в конце А в нулевой Любое число, любое выражение в нулевой степени дает нам единицу Кроме нуля, естественно Ну и для Б повторяем то же действие только с конца к началу То есть Б в кубе, затем Б в квадрате, затем Б в первой степени И Б в нулевой это единица Также можем посчитать количество слагаемых В случае у квадрата слагаемых 3 В случае у куба слагаемых 4 А значит у четвертой степени слагаемых будет 5 И мы можем записать нехватающие 3 Следующим образом А в четвертой, А в кубе, А в квадрате, А в первой и А в нулевой не пишем И с конца к началу такое же действие и для Б Б в четвертой, Б в кубе, Б в квадрате, Б в первой и Б в нулевой Все очень просто, но как найти коэффициенты данных слагаемых Между А в четвертой и Б в четвертой Ну для этого можем вспомнить просто треугольник Паскаля И найти необходимые коэффициенты Обратите внимание, в случае А плюс Б в квадрате Квадрата суммы у нас коэффициенты Единица, 2 и единица Вот здесь как раз таки записаны данные коэффициенты В случае А плюс Б в кубе мы имеем коэффициенты 1, 3, 3 и 1 Также здесь мы видим данные коэффициенты Тогда у А плюс Б в четвертой степени коэффициенты будут Единица, 4, 6, 4 и единица Значит мы можем просто расставить данные коэффициенты А как быть, если мы хотим раскрыть сумму Двадцатую степень А плюс Б Стоит ли нам ради этого продолжать Высчитывать следующие строчки треугольника Паскаля А как вообще они получаются? Просто мы складываем соседние два числа и записываем в нижней строчке А слева и справа записываем единицы То есть получаем единица, 1 плюс 6, 7, 6 плюс 15, 21 и так далее, и так далее Но это всего лишь седьмая строчка А мы работаем с двадцатой степенью Значит мы должны продолжить данную строчку до двадцатой Что отнимет у нас много времени Есть проще способ, для этого нужно вспомнить тему нашего урока Беном Ньютона Итак, А плюс Б в двадцатой степени Мы можем записать пользуясь закономерностью Которую мы получили в предыдущих формулах Вначале А в двадцатой, в конце Б в двадцатой Затем понижаем степень у А при каждой слагаемой на единицу А в девятнадцатой, восемнадцатой и так далее И в случае Б то же самое, только с конца А вот как найти коэффициенты без треугольника Паскаля Мы покажем вам через беном Ньютона Для этого рассмотрим А плюс Б в n-ной степени Данная формула или степень двучлена и называется беномом Ньютона Что это означает? Мы знаем, что степень, показатель степени Говорит нам о том, сколько раз нужно перемножить на себя данное основание Данный звучит n, а плюс b Если n-ная степень, значит n раз То есть запишем а плюс b умножить на плюс b и так далее На плюс b ровно n раз А теперь как же нужно нам перемножить эти n скобок? Все очень просто Берем а из всех n скобок и перемножаем все а Если а умножить на себя n раз Конечно же получится а в n-ной степени Затем мы из одной скобки Из имеющихся выберем b А со всех других выберем а 1b и n-1а Значит получится а в степени n-1 умноженное на b Затем мы выбираем b из двух скобок А со всех остальных берем а и перемножаем Получим b в квадрате на а в n-2 И так далее Продолжим до конца В конце у нас получится со всех скобок Будут выборные b А если b перемножить на себя n раз Получим b в n-ной степени Ну, теперь поговорим о коэффициентах Вы уже должны понять, что мы работаем именно с сочетанием Так как мы выбираем 1b во втором случае Из n имеющихся скобок Значит мы рассматриваем сочетание из n элементов по одному Во втором случае мы выбирали 2b Значит вопрос следующий Сколько существует способов выбрать 2b из имеющихся n штук b? 2 из n значит сочетание из n по 2 И так далее В третьем случае мы выбирали уже 3b Мы выбираем 3 штуки b из имеющихся n Получаем сочетание из n по 3 Продолжая данную последовательность В конце мы получим c из n по n Так как со всех n скобок мы выбрали b А их ровно n штук А теперь вспомним свойства сочетания Итак, c из n по 0 и c из n по n равно единице Поэтому коэффициенты крайних шленов То есть а в степени n и b в степени n Всегда равны единице Если вы помните, треугольник Паскаля Мы по краям записывали именно единицы Следующее свойство c из n по 1 равен n c из 4 по единице равно 4 А также c из 4 по 3 также равно 4 Так как у нас есть третье свойство c из n по k равен c из n по n минус k То есть поставим вместо n 4, а вместо k единицу Получаем 4 минус единица по 3 То есть мы наблюдали некую симметрию Когда рассматривали треугольник Паскаля Точно так же и коэффициенты бинома Всегда будут расставлены симметрично По краям единицы Далее следующее число симметрично к центру c из 4 по 2 Вспомним форму сочетания c из n по k n факториал делить на k факториал умножить на n минус k факториал Получаем 4 факториал деленное на 2 факториал И 4 минус 2 также дает на 2 факториал Вычислим, получим 6 То есть коэффициент среднего члена бинома ньютона равен 6 В случае а плюс b в четвертой степени Все, теперь мы можем ответить на наш вопрос Итак, у нас а плюс b в двадцатой степени И в данном биноме нам нужно найти коэффициент семнадцатого члена Давайте запишем формулу любого члена бинома ньютона t k плюс 1 В нашем случае 17 Значит k плюс 1 равен 17 Если k плюс 1 равен 17 То k равен 16 Значит вместо k подставим 16 А n это степень a плюс b в n мы рассматривали Равно 20 Значит мы рассматриваем c из 20 по 16 У а получим 20 минус 16 То есть четвертую степень У b катая То есть шестнадцатая степень Значит семнадцатый член данного бинома Будет иметь следующий вид Некий коэффициент Далее а в четвертой на b в шестнадцатой А коэффициент это и есть сочетание Из 20 по 16 Вычислим, получаем 20 факториал делить на 16 факториал Умножено на 4 факториал Ну не всегда вычисляют конечно Но можем показать как это вычисляется У нас получится 4845 Значит 17 член нашего бинома И есть 4845 А в четвертой b в шестнадцатой Вспомним также свойства Если мы будем рассматривать Сочетание из n по k То сумма Где k принимает значение от 0 до n Всегда будет равна 2 в степени n Раскроем теперь x плюс 2 в пятой степени Пользуясь формулой бинома Ньютона Я уверен что сейчас Это не составляет никакой трудности для вас Итак Коэффициенты C из 5 по 0 C из 5 по 1 C по 2 По 3 По 4 И по 5 Всего слагаемых 6 Степень у x начиная от пятой степени Ровно на 1 x в пятой x в четвертой x в третьей x в квадрате x в первой И x в нулевой Не пишем 1 Точно так же и для двойки 2 в пятой 2 в четвертой 2 в третьей 2 в квадрате 2 в первой И в 2 в нулевой И везде знаки плюс Ну что ж Остается вычислить Сочетание Ну мы это сделаем быстро C из 5 по 0 Равен C из 5 по 5 И это равно единице Помню коэффициенты крайних членов Всегда единица C из 5 по 1 Равно C из 5 по 4 И равно это 5 Далее C из 5 по 2 Равно C из 5 по 3 Средние члены нашего бинома 5 факториал Глебит на 3 факториал И 5 минус 3 Равно 2 факториал Получаем 10 Расставим данные коэффициенты Единица на х пятый Плюс 5 на х четвертый На 2 Дает нам 10 х четвертый Далее C из 5 по 2 Получаем 10 Умножить на х в кубе На 2 в квадрате 4 4 из 10 Получаем 40 х в кубе Далее Здесь также 10 на 2 в кубе 2 в кубе 8 8 и 10 Получаем 80 х в квадрате И здесь 2 в четвертый 16 C из 5 по 4 5 16 на 5 Снова 80 Х И наконец 2 в пятый 32 Вот мы и раскрыли Х плюс 2 в пятой степени С помощью формулы бинома Ньютона Ну а теперь Выполним следующее задание Нам нужно найти 16-й член данного бинома У минус 3 В 24 степени Конечно мы не будем Раскрывать скобки И записывать Конечно мы не собираемся Раскрывать скобки Перемножать у минус 3 На себя 24 раза И расписывать данное выражение Нам просто нужно найти 16-й член Мы воспользуемся Формулой К плюс 1-го члена У бинома Ньютона Итак Т К плюс 1 Нам нужен 16 Значит К плюс 1 Равен 16 А следовательно К равно 16-1 15 Степень у нас Н равно 24 Значит вместо Н Подставим 24 А вместо К 15 Получим сочетание Из 24 По 15 У А Это есть У В степени Н Минус К То есть 24 минус 15 Получаем 9 А у Б У минус 3 Степень К То есть 15-я степень Вот так вот Будет выглядеть Именно 16-й член Нашего бинома Ну давайте Упростим Минус 3 В 15 Степень Запишем В числителе С Из 24 По 15 У нас 24 факториал Делит на 15 Факториал Умноженный на 24 минус 15 То есть 9 факториал И на У в 9 Степени Оставим Данное выражение Как есть Так как Если мы Начнем Расписывать 3 в 15 Степени И данные Факториалы У нас Получатся Огромные Числа Поэтому Оставим Его Как есть Обычно Так и делают Ребята На этом Наш урок Завершен Сегодня Вы Познакомились С таким понятием Как Бином Ньютона И научились Пользоваться Формулой Бинома Ньютона Я желаю вам Всем полезных Знаний До скорой встречи Продолжение следует...